поиграем в отраву авторы брэдбери ненавидим тебя 16 мальчиков и девочек налетели со всех сторон а майкла майкл взвизгнул перемена кончилась все возвращались в классную комнату но учитель мистер говард еще не появлялся ненавидим 16 мальчиков и девочек теснясь толкаясь и пыхтя подняли оконную раму внизу виднелся тротуар до него было три этажа майкл отбивался майкла схватили вытолкнули в окно в класс вошел учитель мистер говард погодите крикнул он майкл пролетел три этажа майкл умер мир никаких не посвеледовало полицейские выразительно пожимали плечами детишкам по 8 10 9 лет разве они понимают что делают так вот на следующий день у мистера горда случился срыв отныне и навсегда он отказался учить детей почему спрашивали друзья мистер говард не отвечал он помалкивал и только глаза у него жутко сверкали как-то впоследствии он заметил что если бы сказал правду его приняли за сумасшедшего мистер говард уехал из мэдисон сити он поселился соседнем небольшом городке грин бэй где прожил 7 лет на гонорару за рассказы и стихи он не женился те немногие женщины с которыми он сближался неизменно хотели детей на седьмой год его добровольной отставки осенью заболел добрый приятель мистера горда тоже учитель подходящие замены не нашлось вызвали мистера горда и постарались ему внушить что он просто обязан взять на себя руководство классом поскольку речь шла о паре тройки недель мистер город к несчастью согласился иной раз объявил мистер город тот сентябрьский понедельник меряя шагами классной комнату иной раз и готов поверить что дети это захватчики явившись из другого измерения он остановился и скользнул блестящими темными глазами по немногочисленным детским лицам одну руку сжатую в кулак он прятал за спиной другая как белесый зверек забралась по лацку на пиджака потом сползла обратно принялась поигрывать очками на ленточке иной раз продолжим мистер говард глядя на уильяма арнольда и рассела ньюэлла и дональда бауэрза и чарли хэнкупа иной раз не верится что дети это маленькие чудовища которых выгнали из ада потому что у дьявола лопнуло терпение и что я знаю точно чтобы исправить их варварские у мишки пригодны любые меры большую часть этих слов мытые а равные не мытые уши компании включающий себя арнольда дьюэлла бауэрза и прочих воспринимали впервые однако тон внушал страх девочки прижались спинки стула пряча косички а то как бы учитель не воспользовался ими как шнуром колокольчика чтобы вызвать темных ангелов все как загипнотизированные уставились на мистера города вы иная раса строптивая с непонятными целями и взглядами вы не люди вы дети поэтому пока не станете взрослыми и извольте помалкивать и слушать старших замокнув он отпустил свое элегантное седалище на стол на стул за опрятным без единой пылинки столом живете в мире фантазий нахмурился он что ж здесь фантазиям не место скоро всем станет ясно линейкой по рукам это реальность а никакие не фантазии ни чары фей и не выдумки петера пена мистер говард фыркнул что испугались ага очень хорошо отлично так вам и надо вы должны усвоить что к чему я вас не боюсь зарубите себе носу я вас не боюсь в рука его дрогнула и он под взглядами класса подался назад так-то он уставился в дальний конец комнаты о чем это вы шептитесь там на задах некромантию какую-то замышляете одна из девочек подняла руку что такое некромантия это мы обсудим потом а сейчас пусть наши юные друзья мистер арнольд и мистер бауэрс объяснят о чем они шептались ну молодые люди дональд бауэрс встал вы нам не нравитесь вот все о чем мы говорили он снова сел мистер говард поднял брови правда откровенность мне по душе спасибо вы были честны но при том это и вопиющая дерзость о дерзости я не потерплю после школу вы на час останетесь и вы моете столы после занятий шагая домой попадавшим под ноги осенним листьям мистер говард наткнулся на четырех своих учеников он крепко стукнул трости по тротуару чем это вы занимаетесь дети мальчики девочки вздрогнули словно удар пришелся по ним ой другого ответа им в голову не пришло а ну выкладывайте потребовал учитель чем вы занимались когда я подошел уильям арнольд назвался играли в отраву в отраву учитель скривился его голосе слышался с настороженный сарказм отраву отраву играли в отраву ладно и как мне играют вы ли марта неохотно пустился бежать семи минут вернись закричал мистер говард я просто показываю мальчик перепрыгнул через бетонную плиту на тротуаре вот так мы играем в отраву когда на пути покойник мы через него перепрыгиваем да ну если ступишь на могилу значит и отравлен падаешь на землю умираешь развеселым тоном объяснила и забыл скелтон покойники отравленные могилы фыркнул мистер говард откуда вы взяли этих покойников видите клар парис указал учебником арифметики на этом месте имена двух мертвецов ха ха мистер говард прищурился да это просто фамилии подрядчиков которые замешивали бетон и строили тротуар изабелл с кларой ахнули и обратили возмущенные взгляды на мальчиков а вы говорили это могильные камни выкрикнули они почти на ремена уильям арнольд потупился ну да так и есть почти как бы он поднял глаза поздно уже мне пора домой пока клара парис смотрелась две фамилии мелким шрифтом печатанный в тротуар мистер кэрли и мистер тэрилл прочитала она так это не могилы никакие мистер кэрли мистер тэрилл здесь не похоронены видишь и забыл я ведь десять раз тебе говорил ничего ты мне не говорила надулся забыл намеренная ложь трость мистера гордо выстукивал нетерпеливую морзянку кисты воды надувательства боже мистер арнольд мистер бауэрс чтобы этого больше не было поняли да сэр прогромотали мальчишки повторите громко да сэр мирным быстрым шагом мистер говард длился прочь дождавшись пока он скроется уильям арнольд сказал хоть бы какая-нибудь птичка какнула ему прямо на нос пошли клара поиграем отраву с надежды предложил и забыл клара сморщил нос все настроение пропало я домой я отравился дональд бауэрс упал на землю радостно затороп торил смотрите я отравился г сердито выкнув клара сорвалась место свободным утром мистер говард выглянул в окно из и узнал и забыл скелтон она что-то нарисовала мелом на тортуаре и монотонно напевая стала прыгать вокруг а ну прекрати стремительно и выбежав из дома мистер говард едва не сбил девочку с ног он сгреб ее за плечи и бешено затряс потом отпустила замер глядя на нее рисунок я просто играла в классы и забыл утирал слезы знать ничего не хочу здесь нельзя играть объявил учитель он наклонился и носовым платком стал стирать мел ишь ведьмочка малолетняя пентаграммы стишки и заклинания а а на вид все совершенно невинно боже как невинно чертовка малолетняя он замахнулся но держал себя изабелла всхлепого бежала беги дура малолетняя ярился он беги давай доложи своей шайке что затея сорвалась пусть придумают чего похитрее меня голыми руками не возьмешь нет уж валишись дом мистер говард налил себе неразбавленного бренди и залпом выпил весь день под каждым кустом во всех тенистых уголках не умолкали голоса детей игравших прятки камешки шарики запускавших елу и пинавшие консервные банки маленькие чудовища не давали ему ни минуты покоя еще неделя такой жизни подумал он я окончательно рехнусь он прижал ладонь ноющему лбу боже на почему люди не рождаются сразу взрослыми прошла еще неделя учитель и дети все больше ненавидели друг друга ненависть росла не по дням а по часам нервозность взрывы гнева из-за выйденного яйца а потом молчаливое ожидание и дети забравшиеся на дерево за поздними яблоками бросали сверху такие странные взгляды и так печально пахло вступавшие в свои про осень и дни становились короче и ночи наступали слишком рано они меня не тронут не посмеют думал мистер город заглатывая один стакан бренди за другим все это глупости ничего страшного скоро я уеду отсюда и от них скоро в окне забелел череп это произошло вечером в четверг 8 неделя была долгая со вспышками гнева с руганью у его дома рыли траншею для водопроводной трубы и приходилось постоянно гонять оттуда детей рвы котлован трубы это им интереснее всего на свете лишь только где-нибудь начнется укладка водопровода они уже тут как тут влезут во все дыры но слава богу работы кончились завтра рабочие засыпают траншею землей утрамбуют за лютер турбитоном и детей и след простынет но в эту самую минуту в окне забелел череп что им вводит и стучит по стеклу детская рука сомнений не было снаружи слышалось ребятчики хиканье мистер говард пулей вылетел из дома и вы он догнал трех бегущих мальчиков с криком на них набросился на улице было темно на мистер говард увидел как спереди и сзади возникли какие-то люди он разглядел что они вроде бы связаны между собой но что это значит понял слишком поздно земля разверзлась у него под ногами он свалился в яму и со всего маху треснулся головой в уложенную водопроводную трубу теряя сознание он успел заметить признаки обвала вызвано его падением холодные мокрые катышки земли шлепались на его брюки ботинки пиджак на спину загривок голову заполняли рот уши глаза ноздри на следующий день соседка с завернутыми в салфетку яйцами встречалась дверь мистера города добрых пять минут открыв наконец дверь и войдя в дом она не обнаружила ничего кроме парящий солнечных лучах пыли просторных коридорах было пусто подвале пахло углем и шлаком на чердаке шинаряли крысы висели пауки лежали выцветшие письма ума не приложу часто повторял она в тот год и что такое могло случиться с мистером городом взрослые надо сказать люди ненаблюдательные и в ту осень и последующие они не обратили ни малейшего внимания на группу ребятишек игравших на убавить стрит в отраву и даже когда дети скакали и возили у бетонной плиты с надписью м говард rip никто ничего не заподозрил кто такой мистер говард били ну наверное это мастер который заливал бетон а что значит rip кто его знает ты отравилась ты на него ступила прочь дети прочь не путайтесь у маму под ногами а ну живы